Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Как передали тяжкости гомельской светлотехницы. Депутат Платы Простовников Виталь Шилов усустрелся с коллективом предприемства. У Гомеля пройшла акция по безвыплатной сдаче криви. У Международный день родной мовы стартует новый сезон программы «Добрый вечер, Гомель» на канале Беларусь-Шатыры. Тепер у Прамым эфиры. То дождь, то снег неустойливым и ветреным будет на дворе на этом тыдне. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Депутаты Платы Простовников Национального Схода Республики Беларусь от Гомельской области лечать метазгодным унести коррективы у законодавчие акты, які регулюють деятельность предприемства с великой колькостью инвалидов. Такая думка прогучала по час сегодняшней встречи депутата Виталя Шилова с коллективом Гомельской светлотехники. Ситуацией на предприемстве ознайомился Олег Синтюров. «Экономичная ситуация на гомельском предприемстве светлотехника лечится не просто уже не первый год, а 60% працующих заявляют инвалидами по зруку, а там просто не могут виконовать складанные операции и тем больше выраблять высокотехнологичную конкурентостольную продукцию. Поколит значная надея на допомогу інших предприемствам. Той же реческий метризный завод передал у Гомель частку операции по фасовству цвяков». «Связываемся с нашими гигантами заводами, какие-то услуги нам предоставляют по Чепуреческому заводу, скажем, гвозди собирать, метизы комплектовать, Руденск, вот это тот же самый, фонарики собираем. То есть слепой человек может на ощупь понять и определить, и собрать этот узел. Работаем дальше». Разом с тем, на светотехнице погоджаются. Такое взаимодействие кардинальным членам ситуацию не выратое, а в поясе яким разе забеспечить полную и постоянную занятость, пакульт не отримливается. В ближайший час предприемство планове почать выпуск светлодиодных святиньев, але и гэтай продукция полной загрузки не забеспечить. И аж чайдин проект, який пакульт так само знаходится у стады узгодненья – поставка сядзиньев на Минский стады юн Динамо. Причим, гэта не перша спроба наладзись в творчестве таких вырубов розных модификаций, але далека не усеяны, заканчиваяся становчим». «Адин из проектов, який так и застався на паперы, узоры вось гэтых сядзиньев предоставила итальянская фирма, але выпускать их оказалось економично нематозгодным. Каб затраты купили, потребны вельми уже великие объемы реализации». Основная проблема гуманской святотехники таеж, что и на інших предприемствах, где больше працующих инвалидам, цебе кошт вырубленной тут продукции вельми уже высокие. Что тыльцей льгот, то на самим заводе их называют эфемерными. Шматайки, сформированные еще в советской часы, и во умовах рыночной экономики, користи практически ниякой не приносить. Почас состречи с коллективом, депутат палаты представников Виталь Шилов погаджается. Сегодня потребны инши подоходы. Уречься головная задача таких предприемств – фрацовная реабилитация инвалидов, что далеко не засюда, отправляя иншим эти отриманию высоких прибытков. «Подать этот вопрос в профильную комиссию, мы, конечно же, этим возможностью воспользуемся и рассмотрим с целью внесения или предложения в профильное министерство для возможного, конечно, освобождения или предоставления определенных преференций для предприятий, на которых работают в основном более 50% инвалидов». Олег Сентяров, Валерий Копанько, дядя Раду, компания «Гомель». «Дякую за выратование моего життя». Акция под такой назвой сегодня стартовала в Гомельском медицинском университете. Ее отделники – студенты и педагоги, які вы решили стать донорами на безвыплатной основе. Под обязанностями Володы Ганна Ковалева. Олеся Рыжанкова – будучи терапевт. Водшица на шестом курсе медицинского университета. Але уже зараз выросла рушить услед клятве Гиппократа и упершу неужитие стать донором крови. «Я недавно совсем узнала, что в нашем университете это проводится. Я хотела в том году, но я не успела. И в этом году я сразу же ринулась правком, чтобы записаться. Медики, мы должны помогать людям, как в халате, так и без него. Я надеюсь, моя кровь кому-то пригодится». Акция безвыплатного донорства у гомельских ВНУ проходит опошние пять годов. С инициативой выступила гомельская станция переливания крови. С тех часов ее супрацовники двучи на год. Тут звыклые гости. До речи, в медицинском университете компанию студентам складают и педагоги. А маль заусюду у лику удельников акций и сам ректор Анатоль Лызиков. У першу неу кровь сдал еще у 18 годов. А сегодня уже гоноровый донор. «Когда я учился в медицинском институте, это была у нас такая же акция, было постоянно. И мы с удовольствием ходили сдавать кровь, потому что мы знали, как будущие врачи, о том, что мы оказываем помощь больным. И я очень долго с гордостью носил на лацкане пиджака бронзовый значок «Донор СССР». Такое было, это надо было сдать больше, по-моему, шести-семи раз тогда за это. Поэтому я очень горжусь, это моя первая награда». Часом с оправды возникает экстра на необходность у крови пылной группы. У таких ситуациях супрацовники станции сами звертаются до постоянных доноров с просьбой об допомозе, якую в этом момент действия чекает хворый человек. «Одна доза крови может помочь какому-то больному во время операции, допустим, кровопотеря. И в родзале женщины, у которой кровотечение случается. Или больному ребенку, который в тяжелом состоянии. Плюс из наших препаратов крови делают и тромбоциты, которые идут, опять же, для лечения тяжелых больных. Даже свою лепту ты внес, ты помог одному человеку. Это же уже большой плюс». В этот день свою кровь охвировали каля ста студентов и выкладчиков. Дорога, безвыплатным их донорство можно назвать умовно. Букожный отрымал солодкий паёк, грешовый узнагородный паёк, в помире 18 рублей и приемный сувенир – флешку на 8 гигабайт. С желанием сдать кровь, гамельчане звертаются и на саму станцию. В минулом году таких выпадков было амаль 2,5 тысячи, а за первый месяц этого года – амаль 150. Пробить это может и любой из вас при отсутности суперцпоказаний. Для этого нужно прийти на станцию переливания крови с пашпортом. Дорога, сдать кровь можно и на платной основе за 80 рублей. Но, как показывает практика, для доноров это худший жест до помощи, который может вырытывать человеческое житие, чем способ заработки. До того же, сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора. Як профилактика захворывания у сердечно-сосудистой системы, навуковцы уходе обследования высветлили, что у тех, кто регулярно сдаёт кровь, инфаркты возникают в десятки разу родей. Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Угомель». До инших темы у «Угомеля» отбылся открытый детяшек конкурс керамики. Усе жадающие смогли на некоторый час перетвориться со звычайных назиральников у активных худельников творчего действа. Наведывальники конкурсу бачили, как створаются оригинальные керамичные звоночки, свистки, вазочки и иншие декоративные выработки. У импровизованной творчей майстерни дети и дорослые могли поспробовать злепить их своими руками. Присутным пропоновали уникальную махчимость отшути энергии природного материала, которую не даст ни один конструктор або пластелин. Подчас мероприемства можно было познайомиться с майстрами, захопленными справой усяго своего життя, або зарабить покупки на выставе продажи. Скончилось свято-керамики узнагороджением пероможцев открытого детячего конкурсу. В этом году мы решили не акцентировать на возрастных группах, но просто даром лучшую работу. Сам процесс отбора достаточно сложный, потому что можно представить даже так, что вот уже взрослый ребенок, у него работа может быть какая-то даже там, ну, не то, что прямо совсем интересная, но интересная. А рядом у ребенка и работа может похуже, но у него вот глазки горят, он прямо вот весь пылает этим, с желанием дальше работать, ну, естественно, конечно, мы делаем то, чтобы пощетивую дать, пропускать без войны. И снова на телеканале Беларусь-Шатыры программа «Добрый вечер, Гомель», только теперь интерактивная у промым эфиры. У Международный день родной мовы размова про учора, сегодня и завтра беларусского слова. Грунтовно и с жартом, сурьезно и в процессе гульни. Сегодня ведущая Сергей Красноборот и Алена Троценко пожадают доброго вечера Гомелю по-русску и по-беларуску, объеднают на одной пляцовце сурьезную размову и гульню. А гости программы «Досвеченные юные гомельчане» поделятся с акретом, чему их муза натхняет на творчость минавита по-беларуску и разом с глядачами посправуют знайсти отказы на каверзные и веселые молные пытания. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20.35 на Беларусь-Шатыры. Неустойливым и ветреным будзе надворья на гэтым тыдни святочные мероприемства с нагоды 23 лютого на открытым поветры могут сапсовать дождь и мощный ветер. Температурный фон будет утримливаться высшей за климатичную норму и отвечать значениям саковика. Сегодня у ночи будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Завтра в день до 5 градусов тепла. На 23 и 24 лютого в регионе обвешаны оранжевые узровые небеспеки. Прогнозуется мокрый снег и дождь. Порывы ветру до 15-20 метров за секунду. Поветро прогреется в четверг до 7, а в пятницу до 10 градусов тепла. У масляничные выходные на двор я не порадуя. У прогнозе синоптиков опадки, дождь и мокрый снег. Слабый туман и гололед. Температура поветра в нашей складе до 6 градусов мороза. У день шакается от минус 2 до плюс 3. Наступный выпуск новинов на телеканале Беларусь-Шаттыры Гомель глядится у 21. А зараз у эфира спортивный огляд. С новинами спорта у вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова